Пропускной режим для передвижения на транспорте в Москве действует с прошлой недели. Существует четыре вида пропусков. Первые два для работающих, выдаются сразу до конца апреля, а разовые допуски нужны для поезда к врачу и по личным делам. Контролировать пропуска вручную не получилось. Всеобщие проверки спровоцировали пробки на автодорогах и очереди в метро. Поэтому столичные власти внедрили автоматический контроль. Это значит, что каждый пропуск должен быть привязан к номеру транспортной карты. Тройка, стрелка, социальной карте или госномеру автомобиля. Многоразовые пропуска нужно переоформить заново, указав в них средства передвижения. Разовые билеты на общественный транспорт не продаются. Проход по банковским картам запрещен. Отсюда и новые условия. Однократные поездки придется запрашивать как минимум за пять часов, чтобы система успела обработать привязанные номера. В противном случае перед пешеходом не откроется турникет, а водитель получит штраф с дорожной камеры. Пока неизвестно, будут ли штрафовать за проезд под каждой камерой или только раз в сутки. 22 апреля, в первый день работы системы, Московская административная дорожная инспекция насчитала 230 тысяч водителей, которые ездили без пропусков. Если данные подтвердятся, то все они получат штраф в 5000 рублей. Причем 50% скидка не предусмотрена. Законность использования дорожных камер для проверки пропусков пока вызывает вопросы. Главным в России остается Федеральный административный кодекс. 21 апреля в обзоре судебной практики Верховный суд указал, что за нарушение самоизоляции наказывать нужно не по региональным нормам, а согласно Коап Российской Федерации, где минимальный штраф не 4, а 1 тысяча рублей. К тому же Федеральный кодекс разрешает камерам фотофиксации выявлять только нарушения правил дорожного движения и правил благоустройства, например, парковку на газоне, но не нарушения правил самоизоляции. Мы обратились за разъяснениями в Верховный суд, но комментария пока не получили. Электронный пропуск можно оформить на сайтах Госуслуг, в московском и федеральном. На этой неделе к системе подключатся 7 областей Центрального округа – Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская. А со следующей недели оформить пропуск на Госуслугах можно будет еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Сибири, Дальнего Востока